Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машин на вязание, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Вяжем жилетку с купюшоном. У нас с вами спинка. Мы провязали горловину. После горловины я провязала 10 рядов на всех иглах кулиркой. И теперь два варианта. Мы можем поставить вот эти все иглы в расстановку на резинку и провязать спинку. Но у нас будет резкий такой вот, резкий вот игл. А можем постепенно уголком ввести иголки в работу. Мне больше нравится второй вариант. Он более плавный, он более симпатичный. Поэтому провязывая каждые два ряда, я ввожу по одной-две иглы в работу. По две-три иглы у вас будет более пологий ввод в работу. Если по одной игле, у вас ввод в работу будет вот игл такой остренький. По две иглы. Поскольку у нас полотно единственное, то есть так мы его будем вязать один ряд, можно даже не делать записи и делать вот прям, скажем, на глазок. По две иглы. Раз, два. Два ряда. Два ряда. Два иглы. Два ряда. Продолжение следует... Две иглы и так далее. То есть вводим иглы до соединения. Пока не сойдемся в общей точке. И таким образом провязываем 64 ряда. Когда провяжем 64 ряда, у нас будет переход на вязание узором. Провязываем. Провязали 64 ряда, резинками переходим на узор. Если обратить внимание на наш узор, который мы уже провязали, с этой стороны у нас очень плавно идет линия. То есть мы ничего не меняем. Здесь у нас немножко с перекосом шло, потому что мы по другому принципу переодевали петли. Здесь мы будем оставлять иглы в том положении, в котором они находятся, чтобы вывести вот так же плавно их. Поэтому оставляем иглы в петле на передней игольнице. Иглы, которые у нас стоят в заднем положении, ставим в рабочие. И на них надеваем протяжки. То есть мы теперь загружаем заднюю игольницу, не переднюю, как это было в начале, когда мы вводили игловый узор, при переходе на резинку передней части. Итак, ставим в рабочее положение иглы задней игольницы. Надеваем на них протяжки, имеющиеся вот здесь, между петлями. Можно было надевать петлю, но на самом деле протяжки тоже подойдут. Провязываем тот же самый узор, не забудьте поменять плотность, и вяжем 100 рядов до перехода, опять же, на самую простую резинку, для того, чтобы закончить полотно. Итак, переходите на узор, каким образом я вам показала, эти иглы остаются. Сзади полный ластик, не забывайте, поменяли счетчик, кстати. Не забывайте поменять плотность, сразу это делаю. И провязываю 100 рядов уже знакомым нам узором, который вы вязали на передней части. Провязали узор, теперь перекидываем петли на задней игольнице так, чтобы у меня образовался разбор игл один к одному. Не забудьте сделать сдвиг фонтура на полшага назад, потому что мы, когда вязали на полном ластике, мы, естественно, сдвигали на H. Теперь мы возвращаем в положение P и перекидываем петли на соседние иглы. Сдвиг. И, поскольку эти две иглы у меня будут занимать передние игольницы, значит, эти петли я и перекидываю на соседние иголки, чтобы их освободить. Могу перекидывать на передние игольницы, чтобы не путаться. Таким образом я выполняю разбор игл один к одному. Резинка, с которой мы начинали. Мы с вами провязали все. Провязали 100 рядов узора. Делаем разбор игл один на один. Ставим рабочую плотность. И 60 рядов провязываем резинку. Перекидываем ее на заднюю игольницу и просто закрываем. Это один из вариантов. Закрывать можно простой косичкой, можно закрывать иглой. Можно провязать резинку по отдельности и сшить ее с провязанным полотном узором. На ваше усмотрение. Не забудьте, если вы выполняли полосы, либо какие-то отделки по резинке, выполнить их точно так же на резинке, которую будем выполнять сейчас, в обратной последовательности. То есть я начну с 4 рядов серым, 8 бордовых, 4 серых, 8 бордовых и так далее. Чтобы при сшивании у меня совпали не только длина совпала, но и полосы. Поэтому перекидываю, ставлю рабочую плотность на резинку и начинаю вязание с серой полосы. 60 рядов. Перекидываю петли на заднюю игольницу, закрываю косичкой. И основная часть жилетки на этом готова. Продолжение следует...